Мы привыкли искать недостатки Мы привыкли искать недостатки А стычка с бандитами на открытом пространстве чревата серьезными последствиями Через несколько часов в руках появляется квестовый АК-74 с повышенной скорострельностью На теле приличная броня, а пояс увешан артефактами Мы уже не слушаем отчаянно пищащие ПДА Уверенно обходим завихрение пространства, а с собаками играючи расправляемся одним ножом Игра удивительно многообразна В самом начале перед нами вообще чистой воды Elder Scrolls с чернобыльским окрасом Несколько группировок, свободоперемещений, множество побочных заданий и компас, указывающий направление и расстояние до цели Каждая заброшенная деревушка или недостроенная фабрика может оказаться чем угодно От логова мутантов до армейского блокпоста И главное, о чем так долго рассказывали разработчики Эта система не застыла раз и навсегда Она находится в постоянном движении На всех 30 квадратных километрах ежеминутно происходят маленькие трагедии Сталкеры ищут артефакты и выполняют задания Бандиты нападают на их лагеря Солдаты устраивают зачистки Звери пожирают друг друга и невезучих путников Аномалии появляются и исчезают Группировки ведут в нескончаемую войну Даже сюжетные NPC защищены лишь до тех пор, пока не выдадут нужную информацию После разговора неумолимые законы зоны вступают в силу И события развиваются уже не по сценарию Даже после загрузки последнего сохранения невозможно предсказать Произойдет ли все в той же последовательности В другом обличье игра предстает, когда решаешь последовать за основным сюжетом На этот счет ходили самые разные слухи Вплоть до того, что из Сталкера сделали ЭМО-ФПС Но спешим вас уверить Со сценарием в игре все в порядке И одиночная компания подарит 20-30 часов полных загадок и смертельных опасностей В грузовик вывозящий трупы из зоны во время грозы попадает молния И тела разбрасывает вокруг вместе с обломками Наткнувшийся на место аварии Сталкер обнаруживает, что один из пассажиров еще жив И оттаскивает везунчика к знакомому торговцу Никаких воспоминаний, никаких зацепок Только ПДА с единственным заданием убить стрелка И татуировка Сталкер на предплечье Сплошные вопросы, а ответы придется хорошенько поискать И лишь в одной из нескольких возможных концовок узнать истинную подоплеку событий Сюжетные ролики, проигрываемые по завершении каждого из ключевых этапов Впечатляют с технической точки зрения, но довольно-таки непонятны и запутывают еще сильнее Психотропные излучения, заговоры спецслужб, собираемые нами по кусочкам головоломки, всему найдется место Картины брошенных посреди поля ржавых уралов или разрушенной свинофермы впечатляют Но только в местных подземельях начинается сущий ад Пугающие звуки, топот шагов посреди пустой комнаты, разбитые приборы непонятного назначения Толстенная стальная дверь, содрогающаяся от ударов изнутри И трупы Кто эти люди? Как они закончили свой путь и почему именно здесь? Когда встречаешь, собственно, монстра, испытываешь даже какое-то облегчение Хотя первая встреча с прозрачным, как хищник, кровососом надолго западает в память На открытых же пространствах и в городских условиях бои и сама игра преображаются как по волшебству Компьютерные соперники так же, как мы, полагаются на зрение и слух Переговариваются между собой, не лезут на рожены и разбегаются от прилетевшей под ноги гранаты Если их больше, стараются окружить, умело используя укрытие Проигрывая, прячутся, чтобы потом засадить очередь в подошедшего поближе беспечного игрока Обстановка при этом ежесекундно меняется и придает сражениям освежающую непредсказуемость Качество моделей людей, особенно мутантов, не всегда дотягивает до современных мерок Впрочем, в горячке боя на это не обращаешь внимания, да и выдумки дизайнерам не откажешь И пускай обитатели зоны не красавцы, зато все 18 огромных уровней созданы с таким тщанием и вниманием к мелочам, что иллюзия пребывания по ту сторону монитора не оставляет ни на минуту Коридор гостиницы в Припяти устлан обрывками газет Из разбитого окна открывается вид на колесо обозрения в парке культуры Где-то на горизонте идет гроза и серое небо озаряется вспышками молний За эти картины прощаешь и не самую современную графику И отсутствие средств передвижения и все то прочее, что когда-то обещали, да за давностью позабыли или не смогли воплотить Не говоря уж о совершенно нетипичной для отечественного проекта стабильности и почти полном отсутствии багов Сказка со счастливым концом Игра-загадка Игра-исследование, содержащая более инновации, чем все FPS за последние пару-тройку лет Выход Stalker веха не только потому, что он наконец-то состоялся Это настоящий рубеж, делящий историю жанра компьютерных игр вообще на до и после Аптечку, кто это?